Здесь будет город-сад. Ненецкий округ активно участвует в масштабной экологической акции «Сохраним лес». Общероссийский проект в регионе проходит в рамках проведения Дней Печоры. Посадка деревьев на общественных территориях занимаются все. От волонтеров и добровольцев до известных политических деятелей. И наш округ не стал исключением. 60 саженцев образовали аллею рядом с новой третьей школой. Ольга Рустул расскажет подробнее. Кирилл, помочь тебе? Чуть-чуть. Ты сам? Ну давай сам. Ученик первого Б-класса третьей школы Кирилл Шевелев – опытный садовод. На его счету уже есть одно дерево. Поэтому в посторонней помощи он не нуждается. Говорит, что главное при посадке деревьев – полив. Ну да, посадил у себя. Какое это дерево посадил? И как это было? Трудно, не трудно? Ну это было не трудно, а я не помню просто. Территория третьей школы и детского сада для проведения акции выбрана не случайно. В новом микрорайоне чрезвычайно мало зеленых насаждений. Березовая и Рябиновая аллея была бы здесь очень кстати. К слову, во время акции было высажено 60 деревьев. Ну мне кажется, это очень замечательная идея, мы очень рады. Потому что их прям катастрофически не хватало. И что в таком количестве такая большая аллея, я думаю, что она очень украсит не только нашу аллею около школы, но и в целом весь микрорайон. Участие в общероссийской экологической акции принимают все желающие. В масштабах страны это более 12 миллионов человек практически во всех регионах России. В этом году к посадке деревьев за полярным кругом присоединились федеральные волонтеры. Они охотно участвуют в экологических проектах по уборке территории посадки деревьев. Я раньше на севере никогда не была. И то понимание, что теперь тут растет береза, которую я сажала своими собственными руками, ну прям вот очень греет. Я хочу поставить себе, наверное, цель приехать сюда через несколько лет, наверное, даже десяток лет, и посмотреть, выросла она, и как она вообще сейчас выглядит. За время проведения акции «Сохраним лес» в Ненецком округе было высажено порядка 150 насаждений. Традиционно свое дерево и не одно посадил и губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. У нас в округе не так много деревьев, в других регионах их гораздо больше. Леса у нас заменяют бескрайние просторы тундры, поэтому я очень надеюсь, что мы не просто посадим 150 деревьев, мы дадим жизнь новым растениям в нашем округе. А это значит, сохраним природу. В этом ему помогала известная блогер, журналист и общественный деятель Ирена Понарушку. Участие в акции медийных лиц привлекает к проблеме сохранения лесов внимания общественности. Вы знаете, я, во-первых, никогда с губернаторами деревья не сажала, но ваш губернатор справляется просто отлично. Он и про лунку для полива все знает, и про высоту посадки вообще работает лопатой, и прекрасно. Акция «Сохраним лес» в Ненецком округе – одно из мероприятий в череде экологических событий этой осени, которые состоялись в рамках проведения Дней Печоры – от заседания за круглым столом до конкретных действий – посадки деревьев и уборки общественных территорий в рамках акции «Чистая Арктика». Третья школа – это знаковый объект для всего региона. Его ждали долгие годы, вложили огромные средства, построили довольно короткие, рекордно короткие сроки. Поэтому украсить данную территорию с ними насаждениями – это наш долг, это, мне кажется, наиболее правильное решение. Также саженцы будут высаживаться и на территории четвертой школы, и в других местах. Мы годом ранее проводили акцию тоже на территории третьей школы. То есть мы постепенно, постепенно наращиваем этот лесной массив, надеемся, что это придет к своему эффекту, и наша территория, качество жизни повысится в связи с этим. Всего в рамках общероссийской акции на территории Наринмара будет посажено 150 деревьев. Кроме того, запланированы экологические субботники по уборке территории с участием волонтеров. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.